приветствую сделаем коротенькую заметку про м-касты ну сразу скажу свое отношение к этому бренду это никогда на мой взгляд не выбор разумом это всегда выбор сердцем потому что мкасты невозможно ну просто невозможно скажем так выбрать рационально только вот любя что называется данном случае это мокасточка она такой яркий пример знаете японского изготовления здесь было достаточно много проблем одна из которых это то что вот эти вот боночки все в кривь в кость были изготовлены и выставлены и каким-то образом с завода они собрали так что все было прекрасно но после того как я перебрал то ли я не тем не той стороной повернул не там за стопорил то ли еще что-то то ли а замок починил поэтому hz но нож просто не закрывался вровень с ну то есть клинок у кончик не утапливался в рукоять вот прямок стоял вот так вот так вот ну на самом деле сейчас это устранена в чём было проблема этого ножа у этого ножа была проблема в том что у него замок абсолютно не держал то есть достаточно было вот вот сделать пару легких ударов и он складывался вот можно было сложить даже вот так вот или даже вот вот так держать нож и вот так вот давить указательным пальцем и сложить его почему ну потому что давайте вот таким образом покажу потому что это же ламинат вот и вот сейчас постараюсь поймать видите серединка более твердой стали вот она прям виднеется таким вот образом вот и обкладки мягкие соответственно почти миллиметр с каждой стороны это обкладки и замок заходил именно туда где мягкая сталь и поэтому просто очень быстро износился и ушел как бы в скос и из-за этого замок абсолютно не держал я естественно перри обработал поверхности замка на для клинка на для замка на клинке и собственно на самом лайнере на стальном ну вот и в итоге посадил его до твердого металла чтобы он держался ну и собственно вот на этом все то есть казалось бы да такая вещь не так сказать не тривиальная да ну и заточил естественно ну точится это все достаточно прикольно сталька здесь очень даже неплохая резать я думаю будет вполне себе ничего это в этом смысле японцы ее знают в гашку вот казалось бы операция не тривиальная да но она просто требует точности дозировки и поэтому пришлось много-много раз разобрать собрать нож для того чтобы ну не убрать лишний металл но убрать ровно столько сколько нужно вот такая история к заметка короткая но мне кажется будет любопытно и если вас есть такие проблемы да просто обратите внимание на поверхности замка иногда это достаточно самостоятельно устранимо но будьте осторожны если нет уверенности своих действиях можно переубрать металлы изменить конфигурацию поверхности их наклон и тогда получить либо жесткие залипания либо наоборот абсолютно не держащий замок вот так